Мы с вами анализировали три типа органичности, которые по идее должны вроде бы наблюдаться у дракона и увидели, что это некоторая проблема, которая связана со сложностью с вентиляцией легких. Мы посмотрели, какие разные пути вентиляции легких существуют у звоночек. Отлично. Так вот, это будет наш основной метод в течение всего курса. Что мы делаем? Так, мы выявляем проблемы, которые возникают в связи с определенными особенностями строения. Наличие такой проблемы не значит, что дракон быть не может. Это наша задача разобраться, а как при наличии такой проблемы такое существо может существовать. То есть искать метод решения. Итак, мы с вами сфиксировали. Первая проблема с третьим поясом, которая просто заблокирует грудной клеток и окажется невозможным вести эффективную вентиляцию легких. А без этого никакого полета не получишь. Но если бы это было все, то кначале. Давайте мы с вами рассмотрим, какие проблемы вообще встают перед летающим живым существом. Мы с вами уже говорили, что первыми полет освоили насекомые в истории развития жизни. Но у насекомых полет строится совершенно не так, как у позвоночника. Поэтому полет насекомых не смотрит. Полет позвоночный. Из позвоночных. Кто первыми освоил полет? Птицы. Нет, не птицы. Птицы средний юрак. Летучая мышь. О, летучая мышь, это очень четвертичный период. Вот, это уже динозор. Нет. Первыми рептилиями, конечно. Тероза уже. Итак, группа рептилий, которые общественному сознанию, благодаря Голливугу, почему-то называются динозаврами, хотя динозаврами, конечно, не являются. Вот, это даже не родичие динозавр, летающая рептилия. Это группа птицерозавры. Только они, старые, да? Они просто первые. В самом начале, ну, так скажем, в самом начале мезозоек трерси. Причем, птицерозавры были две разные подгруппы. Первыми рождаются, возникают, точнее, их остатки фиксируются. Полиатологические летописи. Достаточно короткоши и короткоплювы, то есть короткочерепные летающие существа с блинным хвостом. Это группа рамфо-инхи. Рамфо-инхи. Со среднего трерса известны. Короткая шея, короткая морда, длинный хвост. Передняя конечность превращена в крылья. Масса признаков того, что животные были высоко специализированы при полетах. А вот в среднем юре, в следующем периоде, рождается другая группа. Птеродактиль. Птеродактиль, наоборот, длинноши, с очень длинными черепами, челюстями очень сильно вытянуты. И очень короткий хвост. Птеродактиль. Крупнейшее, на данный момент известное, летающее живое существо. Ну, допустим, поздний меловой род. Птеродактиль. 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 Кстати, название для нас не безинтересное. Кто более-менее, кто хотя бы слышал это слово? Кетцилькуатре. Да. Я слышал, но она, не знаю, ничем-то понятна. Астетик и все. Правильно, правильно. Ну-ка, ну-ка. Капоклый. Правильно. Капоклый. А, вот эту единичку. А, вот. Бог смеет что-то убийств. Угу. Птернатый змей. Да. Птернатый змей, дракон. В честь этого астетского бога, пернатого змей, крупнейший из летающих рептилий, крупнейший из тиразов, и был назван Кетцилькаатре. Для того, чтобы вы оценили размеры существа, размах крыльев Кетцеля достигал 15,5 метров. 15,5 метров – это больше, чем эта аудитория по диагонали. Ну, представьте себе, существо, которое расправили крылья, вот так не влезает в этот класс. Так? На самом деле, это же не одноместный планет. Это двухместный планет. Хорошо. Но дело в том, что все тиразовы, и ромболинхи, и тиродактеля в конце мела умирают. В чем дело? Дело в том, что в среднем дюре возникает новый класс. Птицы. И птицы оказываются значительно более эффективными лютунами, чем все тиразовы. И вытесняют своих предшественников с эволюционного поля игры. И дальше в течение всего поинозоя среди позвоночных лучшие лютуны – это как раз птицы. Ну, а кто еще из позвоночных? Тиразовы есть? Птицы упомянули. А кто еще активный лютун? Уже говорили. Летучие мыши. Летучие мыши, рукокрыбые. Отлично. Ну, к рукокрыбому, кроме летучих мышей, относится еще небольшая группа крылан. Это кто такие? Дело в том, что все летучие мыши, настоящие летучие мыши – это хищники. Но, правда, есть среди них и нектары верные, которые перешили питание у нектарных растений. А вот крыланы – это совершенно другая группа. Они растительно верные. Грубо говоря, не листьями, конечно, питаются, а плодами. Так? Это летучие собаки, летучие лисицы. Существа достаточно крупные, размах крылан до метра. Если смотрели бы, как же видишь, это квазиславянское фэнтези. Забыл я. Была там летучая мышь, которая сопровождала главного героя. Волка, да. Волка, да, совершенно верно. Вот там была летучая мышь. На самом деле, никакой не летучей мышей, как раз летучие лисицы. Удлиненная морочка, немножечко похожая на морду. У хищных. Хотя это растить не верно. Нет, а они летят, и они пора, не понятны. Вот. Вот, вот, вот. Сейчас будем разбираться по лету. В результате, смотрите, у нас три разные группы. Что самое интересное, они не родичие. Они не происходят друг от друга. Если рисовать родословное древо происхождение, то как выглядит ситуация? Значит, древняя рептилия происходит от древних амфибий. Вот множество древних амфибий. От этого множества происходит современная амфибия. Вот сюда. Вот это вот граница современности. Да? А плюс к этому? А плюс к этому не от этого слова, а оттуда, отсюда, независимо, происходит группу, ведущая к рептилиям. Те, кто стал рептилиями. Рептилии, в свою очередь, делятся над очень крупной командой. Причем, одна из этих команд... Опа! Ширина площадки — это многообразие, это количество видов. В результате, на первом этапе, какая левая или правая команда является победителем? Левая команда. Левая команда. Значительно многообразие. Так? Значит, правая, как вы видите, от линия развития представлена небольшим количеством видов. Вот это, левая команда, терраморфные рептилии или зверообразные рептилии. Древнейшие из рептилий, которые в самом-самом хвосте фалеозоиды возникают, формируют сложные сообщества. Среди них возникают и хищники, причем такие здоровые, размером с тигра, вот. Тигр странноватенький. У кого голова больше, у тигра или у лошади? У тигра. Правда? Нет, он лошади. На лошади. Значит, бывает ли тигр с вот такой головой? А у лошади? А у лошади череп ровно такой. А если вы еще мягкие ткани на череп оденете, то вот так вот. Вы лошади когда-нибудь рука держали? Да. Вот приложите как-нибудь свое предплечье, так, к голове лошади и посмотрите, сколько раз оно вкладывается. Сможете ли вы от нижней губы лошади достать сгибом ладони до лука? А череп тигра вот такой. А череп лошади вот такой. Так вот, у древних хищных рептилий, вот этих, звероподобных, как я уже сказал, размер тела примерно с тигра, а вот размер черепа примерно с размер череп лошади. при этом, челюстной сустав млекопитающий, где? Ну, давайте, грубо говоря, голова лошади, вот она. Лошадь смотрит вперед. Ну, и так, челюсть у меня вот так открывается, вот дайте точку. Упаси вас Бог, лошадь не крокодил. Значит, у всех млекопитающих точка крепления челюстного сустава вот здесь. Здесь кончается челюстная дуга, здесь же нижний челюстной сустав. А вот у крокодила, у всех остальных рептилий, задняя точка черепа. Так что у древних хищных рептилий, если череп вот такой, то какой длины нижняя челюсть? Ровно так, в результате, на всю длину головы почти распахивалась. То есть, это были такие мощные, ребята. Травоядные. Травоядные размером были, достигали до небольшого носорожка. Так, значит, тоже вполне мощные. При этом была и мелочи самые разные, и хищные травоядные. Вот, вот, ага, группа. Но дело в том, что вот эти рептилии зверообразные. Так. Грубо говоря, это компромиссный вариант. Это ребята, которые поспешили. Быстренько, быстренько. Давайте посмотрим, какие проблемы надо было решить альфилия для того, чтобы как следует толком завоевать суши? Нормальное отдыхание. А для того, чтобы иметь нормальное отдыхание. Какую кожу надо иметь? Водонепроницаемое. Как только ты ушел в засушливое место обитания, если у тебя талия смежная проблема, кроме того, что хорошее дыхание, хорошее кожа. Что еще надо намучить, если собираешься жить постоянно на суши? Но то, что там двигаешься, только вот по-другому. Двигаться надо учиться прямо отсюда, начиная. Здесь очень важная проблема есть, кстати. Ведь водному существуам тоже надо двигаться. Но они же плавают друг друга, не хлопают друг друга. Грубо говоря, наземные существа наследуют конструкцию лоб в водных. Изменения конструкции почти не происходят. У них там очень должна быть крепкая кожа. Крепкая кожа? Да, именно самозвратить. Нет никаких проблем, Господи. Пока вы не рубите дрова в течение месяца, какая у вас кожа на ладони? Грубая или мягкая? Мягкая. Мягкая. Порубили дрова в течение месяца. Что у вас на ладони? Мягкая. Это не проблема. Проблема другая. Когда живое существо проводит жизнь, будучи погруженная в воде, чему равен его вес? Меньше. А, меньше. Стоп, стоп. Конкретное числовое значение. А масса его минус сила Архимеда. Так, отлично. А это значит, что для любой нормальной рыбы, которая находится в состоянии взвешенности, чему равен вес? Сильвя Архимеда. Не знаю, а плава. Итак, вес, это что такое? А, вес. Вес, Аленушек. Ну, вес, это... В физике какая величина называется вес? Сила. Какая? Теорет. Нет, все утешки от гравитации. Это что такое? Вес, это поделить на площадь. Нет, вес, это масса. Нет, вес, это не масса. Спасибо. Нет, вес, это масса. Ребята, мне ждало от вас. Вообще-то вес, это та сила, с которой тело давит на опору, либо растягивает подвеску. Если тело подвешено, так? Да. Значит, и обладает весом, то она подвеску растягивает. Если тело лежит на чем-то, так? И обладает весом, то оно давит на опору. Это понятно? Вопрос. Я... Вот рыба находится в покое, в толще воды. Я подвожу под нее чашу весов и взвешиваю. Чему равен ее вес? Нулю. Нулю. А потом она выйдет, ей будет очень тяжело ходить. Значит, куда делась масса? Уравновешенно действием какой силы? Сила. Архимедовая сила. Теперь, это существо выползло на берег. Что произойдет? Нет силы. У него появляется силы. Нет силы Архимеда, значит, что возникнет вес. Вес. Он давит силы. Тут же оказалось, что я неожиданно тяжелый. Так. В результате у всех наземных существ, конечно, будет происходить упрочнение скелета конечностей, так? Упрочнение поясов конечностей, увеличение длины этих отделов, просто чтобы рычаг получить более длинный, при увеличении амфетуды. Это более-менее очевидно. А вот теперь, ну это в самом начале надо решить. Если мы собираемся ходить по земле, то прямо вот здесь, вот при осваивании земли, проблемы скелета мы начинаем решить. А теперь, у нас же появилось хорошее дыхание, уходим не просто на землю, а засушливые части. Какую еще проблему решить надо? С водой. А что за проблема? С запасом воды. Ага. Или не так? Нет, ну... Нет, не пишите. Ну просто... Сейчас. Запас воды правильно заскочили, но это следующее. Не решим. Еще одна проблема, к воде переходить рано. А солнце? Солнце одно. А, проблема с температурой. С температурой, а какая проблема с температурой? Вы же помните, вы говорили, что одна из хорооключих моментов, которые белок может неправильно формировать свою структуру, и это температура. О, это отлично. Но это мы, с вами будем отдельно в блоке процесса теплокровности рассматривать терморегуляцию. Это народ-народ. До этого не улучшили бутоколозно. Вот что значит современная культура типа унисекс. А, они же там раньше, под водой был как раз. А вообще-то, понятно, что все живые существа первоначально в какой среде возникают на нашей планете? В воде. В воде, в водной среде. Внутренне я помню. Бывают ли живые существа, которые вообще не размножаются? Нет. Нет. Понятно, что если такой мутантик возник, он имеет шансы сохранить свою программу в течение поколений или нет? Нет. Он просто не оттранслировал все. Может, он был там большой, толстый и красивый, но он мог и не жить, потому что программа сохранилась, не передалась. Отлично. Если первичная среда питания – вода, то какой первичный способ оплодотворения? Внешне. Внешне. Ну, то есть, выбросили кометы в водную среду и ни о чем дальше не думали. Даже сперматозоид сам, как в мировом океане, находит яйцеклейку – это уже их игры. Отлично. Теперь вылезли на сушу. Сразу проблема. Дело в том, что сперматозоиды никакие альбинисты. То есть, карабкаться по песчинкам, по камням, вот это они не умеют. Они классные. Значит, ну, как размножаться? Ну, внутреннее оплодотворение. Классно. А теперь смотрим, какую проблемку, точнее, целый спектр проблем получает. Можно вопрос? А при чем засушливое место, где искали, а вот попал в засушливое место? А дело в том, что если я живу все равно в облаженном месту обитать, вот здесь, да? Значит, допустим, я живу на берегу, я просто не могу далеко отойти от лужи, по какой причине? Я еще амфибия. Почему я не имею права далеко отойти от лужи? Ну, не стерили. Действие нет. Ну, и загрессиво того же. Не совсем. Какая тоже амфибия? А, вот еще. У них еще плохая вентиляция, у них кожа водопроницаемая. А это значит, если я отошел в сухое место питания, что значит? Высок. Высок. Значит, от какого места питания? В облаженном. Это значит, лужи рядом есть? Да. Лужи, озеро, ручей. Да. Не важно, есть. Живу на берегу, весь год ловлю комаров, мух, веду вот такую жизнь, отлично. Приходится сезон до размножения. Что я делаю? Обязательно. Прыгаю в лужу, делаю все свои нужные дела, потом вылезаю с лужи и дальше живу долго и счастливо до следующего сезонного размножения. Нужно ли при этом менять половую систему? Нет. Нет. Я же все равно рядом служил. Хорошо. А теперь я ушел куда-то на засушливую оплату. На камешке. Я там живу долго и счастливо. Приходится сезон размножения. До ближайшего лужи 200 километров. И я початал ближайшее лужи, чтобы размножиться. Значит, при этом вокруг меня тоже живут. Я что, один на этом плоту живу? Или вокруг меня тоже живут? Да, они тоже початят. Есть. Мне надо пересекать чужие территории? Да. Надо. Как хозяева реагируют на то, что к ним гости вломились? Давайте-ка мы через вашу территорию пройдем. Вроде плохо реагируют. То есть моя эта пробежка, да, место занятия любовью будет вообще такой спокойный и приятный. Ну да нет, крайне рискованно. Хорошо. Добрался через незнакомые территории, добрался, утер кровавый пот, плюхнулся в лужу, сделал все, что нужно. Фу. А дальше что делать? Обратно. Обратно 200 километров. Господа. Так не набегаешься целоваться. Согласны? Если уж поселился на сухом плату, где должен уметь ржаножиться? На сухом плату. А кто заставил этих рептилий отойти от луга? Хороший вопрос. Лоша идея. Соперничество. Нет, скорее всего высохло. Тихо по очереди. Высохло просто. Так, сел уже на планете Земля. Нет, вот он жил тысячу лет его поколения. Ура! Вот было это в озере. Ура! И оно вдруг высохло. И куда ему идти? Ага. А вообще, озер на земном шаре бывают двух типов. Значит, озера конечного стока и озера промежутка. Друг. То есть, грубо говоря, эти. Ну да, да. Если вдруг, это повесило. Конечного стока. Одна эта популяция загнулась и благополучно отдала богу душу. Это что, на всем земном шаре одновременно произошло? Нет. А может быть? Реально. Значит, где-то в других местах другие амфибии выжили. Да. Выжили, продолжили свою родословку. И дожившие до наших времен, от потомки выживших. Что, по-вашему, никогда не исчезали какие-то группы других живых существ? Вычисли. Да регулярно. Просто регулярно. Возвращаемся. Итак, если уж мы пошли на сушу, надо научиться там разнораться. Именно на сушу. Без всякой вот этой игры. Служим. Да. Водно-спортивные игры. А теперь давайте смотрим. Хорошо. Первоначальный способ развития детенышев, сетку звоночного, это откладывание яйца. Если яйцеклетка очень маленькая, ну, как у рыб, допустим, как ее называют? Икра. Отлично. Вот она икра. Вот в ней запас желтка. Используя этот запас и заблудотворенной яйцеклетке зиплота, строится тело будущего детеныша. Майкары. Классно. Используя такой маленький запас, можно построить вот такого детеныша. Берем солидную рыбу. Допустим, треску. Взрослая треска вообще может достигать 40 килограмм веса. И будучи братьям полутора метровой длины. Ну, в современном мире просто не дают таким вырасти. Их вылавливают из еды. Так, ну, все равно здоровая рыба. Как по-вашему, а майки какого размера? Маленький. Ну, само слово маленький, значит, не очень большой. Опять сантиметров. Полтора миллиметра, не хотите? Полтора миллиметра. А, отлично. А для того, чтобы такое тело построить, сколько желтка надо затратить? Много или мало? Очень много. Много? Много. На полутора миллиметра. Нет, быстро идти до большого. Значит, хорошо. Мама потратила мало желтка на одного детеныша. Детеныш родился размером полтора миллиметра. Взрослая треска на полтора миллиметра в тысячу раз выросла, а по объему в миллиард раз выросла. За счет чего? Как умудрилась? Едовато. Да. Детеныш начал двигаться, питаться. Так? И выросла. И выросла. Хорошо, кушайте кашу, будете большими, красивыми, толстыми и счастливыми. Далее. А у меня вопрос. Вот у людей там есть какой-то порог высоты, да, человека? А у трески у той же. То есть она может расти всю свою жизнь. Ребят, ребят, мы пока до этого не дошли. Дело в том, что мы с вами теплокровные. А у теплокровных птицем млекопитающих так называемый ограниченный рост. И птицем млекопитающие растут только очень короткую, первую часть жизни. Так? А потом рост остановился, и дальше он может только уменьшиться, увеличиваться. А что ремень значит? А у всех нетеплокровных рост не ограничен. Вообще. Растут они в течение всей жизни. Просто с возрастом скорость роста слегка замедляется. А не могут долго жить. А вот это уже зависит от биологии конкретного времени. Поэтому самые крупные существа из не теплокровных, долгоживущих существа. У них просто длинный большой возраст, время для того, чтобы долго развиваться. Хорошо. Стоп. Вот это мы берем. Теперь пробуем такую же игру сыграть для наземного размножения. Мама отложила такую же яйцеклетку. Возьмите. А стенки яйцеводок мамы отложили водонепроницательную оболочку. Ну это просто, чтобы не потеряла яйцеклетку в воду. Причем оболочка хитрая. Она кислород пропускает, углекислый газ. Дышать нужно. А вот воду не теряют. Ну или почти не теряют. Может ли на земле нормально развиться полутора миллиметровый деденыш, ящериц, черепахи, крокодила на земле? Нет. Нет. Почему? А они откуда брать землю? Чего нет? Нет, куда? Делал. Ребята, а чем будет питаться вот этот полутора миллиметровый малыш в воде? Всем. Всем. Крокодил. Что там? Таким нет. Конкретнее. Вот бактерии. А у ламинарии восьмиметровый, да, вот такой толщины того. Это вот. Ну бактерии. А да, хорошо, уже интереснее. Бактерии одноклеточные простейшие, протисы. Микропланктон и там подобное. В водной среде этого хозяйства мало или много? Много. Конечно много. А в воздушной среде? Мало. Не просто мало, а нет. Нет пункта. Нет пункта. Нет пункта. Это первая проблема. Просто не существует пищевых объектов подходящего размера. Классно. Значит надо возвращаться. Стоп, 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 стоп. А, вопрос? Прошу. А вот когда они размножались в воде, там вот из одной такой выходил полтора миллиметровый, но их было очень много. А почему нельзя, чтобы теперь их было меньше, но они были сами. А, это классно. Вы перескочили примерно через 10 занятий, на 10 занятий вперед, да? Значит, к теме, с которой мы будем возиться очень много, через нее переход к сложному поведению. Вот такая стратегия. Отметим. Ну, это мы дальше будем смотреть. Но вообще, ваше замечание совершенно верно. Значит, что происходит? Для того, чтобы нормально размножиться на земле, не отходило не столько желтка, а вот столько желтка. А это значит, какого размера детеныш может возникать? Побольше. Побольше. Не просто побольше, а существенно крупнее. Почему, секунду, почему это дополнительно невозможно? Не только потому, что пища малая. Вот на этого зверя Архимедова силу действует? Нет. Да. А малек в воде. Да. Рыбый малек в воде. Действует. Это значит, нужен ли ему массивный и мощный скелет? Нет. Нет. А вот этот детеныш на суше рождается. А ему нужен. А если скелет массивный и мощный, какая должна быть мускулатура, чтобы им двинуть? Мощность. Мощная. А если мускулатура и скелет мощные, то какой размер детеныша? Мощный. Более крупный. А если он более крупный, то сколько жрат вы, извините, требует все это тело? А это значит, что с пищеварительностью мы надо делать? Усложнение. Усложнение. Понятно, мы запустили цепочку взаимосвязанных преобразований. В результате не может у наземно размножающегося зверя быть мелкая икра. Если уж мы размножаемся на суше, желтка очень много. Да? Такая конструкция называется гейтсон. Окружена струбукой, защищающей от высыхания. Но даже не это главное. А главное беда вот в чём же. Как называется первый этап развития жизни любого многоклеточного? Вот от зюготы, облотворенной циклетки, до перехода к активной жизни. Эмбрион. А, ну, ну. Это значит. Ну. Ну. Он тоже только не может сам себя отбегать. Ну, ну. Эмбрион эмбрионарнатор. Значит, во время эмбриогенеза происходит построение основных систем органов. Ну, формируется только отлеточное тело. Я это дело понял? Вот, ребят, эмбриогенезы идут только в водной среде. Точка. Исключений не бывает. На воздухе эмбриогенез невозможен. Причина элементарная. Воздух является абсолютно смертельной средой обитания для любой живой клетки. Любая живая клетка на воздухе гибнет частотой. Исключений не бывает. У вас, у вас три минуты для того, чтобы разобраться в двух вещах, во-первых, почему так, а во-вторых, почему мы не умирали. Мы же на воздухе. Нужна связь. Три минуты достаточно, внимание, думать. Если нужно чертить, если нужно делать какие-то замерки, после этого проводим сравнение у кого, какие ответы на сколько вы будете. Почему воздух является абсолютно смертельной средой обитания для любой живой клетки? И почему, несмотря на это, мы, наземные существа, не умираем? Это касается всех. Человека, бозверезы, морковки, ага. Одна, пять, пять, пять. Любой клетки. Одна, да. Десяти, двадцати, пятидесяти. Неважно, если клетка выснулась на воздух, через пятнадцать секунд, все. Ну и связано с этим вопросом, а мы-то почему не духнем? Ведь дольше пятнадцати секунд, кажется, прожил, и лучше помирать не собираемся. Так. Ну что ж, первичное время кончилось. У кого-нибудь есть идеи? Кто хочет попробовать? Прошу. Ну то, что мы, например, вот всякие какие-нибудь вещества, которые вот, они могут выйти из клетки и дефундировать из нас. Стоп, 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 стоп. Что такое? Какие-нибудь вещества? Я не знаю, которые мы получаем при помощи диффузии обычно? Вот давайте конкретнее. Во-первых, чтобы выйти из клетки, что надо пересечь? Мембрана. Ага. То есть, на самом деле, есть вопрос, конечно, клеточной мембране. Любая клетка окружена клеточной мембраной. Вопрос. Вопрос. Какие вещества клеточной мембраны, точнее ее хосфолипидная основа, пропускают свободно, а какие не пропускают? Неополярные пропускают. Неополярные, слабополярные. Да. Вопрос. А молекулы воды проходят свободно сквозь фосфолипидную основу или не проходят? Абсолютно свободно. Абсолютно свободно. Вода мембрану не замечает. Поэтому движение воды сквозь мембрану будет находиться в зависимости от каких-то параметров. От концентрации. От концентрации. То есть, чем будет управляться? Каким запомнимать? Диффузией. Диффузией. Конечно, запомним диффузией. Значит, клетка сидит в волнам растворя. Может ли вода из внешней среды дефундировать клетку? Да. Да, конечно. Может ли из внутренней среды клетки дефундировать? Да. Может. Таким образом поддерживается постоянство состава клетки за счет диффузии воды туда и обратно. Кстати, берем два случая одноклеточных. Одна группа пресноводная одноклеточная, а вторая морские одноклеточные. Скажите, у какой группы будет проблема с недостатком воды? У пресноводных или у морских? Нет, у морских. У морских в чем дело? Вокруг концентрация воды какая? Меньше. Меньше. Солей много. Это ясно? Да. А у пресноводных, у всех, будет проблема с недостатком воды или другая проблема? С переплодочным. С сбытком. Дело в том, что здесь-то у нас вода почти стопроцентная, а здесь-то у нас от них не только чистая вода. В результате у всех одноклеточных, пресноводных, есть насосы, откачивающие избытки воды стоплазмы. Может потому что пункт, как называется? Да. Сократительные воли. Да. Откачивают волну. Если сократительная воля отказывает, что с клеткой? Она взрывается просто. Она взрывается просто. Ее разносит избыток воды, которая попала в воду. Хорошо. Теперь такую клетку вынули на воздух. Что с ней происходит? Высохнет. Смотрите, в чем дело. Вода дефундировать из клетки может? Может. Здесь образовывается пленка воды. А из этой пленки обратно дефундировать может? Нет. Почему? Можно. Это же водная пленка. Но она успеет высохнуть. Вот. Дело в том, что здесь-то у нас воздух, вода испаряется. В результате потери воды становятся необратимыми. Угу. Так? Значит, клетка теряет воду. Через 15 секунд – привет. Необратимое высыхание – смерть. Почему мы не умираем? У нас есть кожный для начала поток. Да. Возвращение в воду не пропускает. Угу. Ребята, на поверхности нашего тела ни одной живой клетки. Да. Просто ни одной живой клетки. Можете возразить поверхность глаза. Нет. Но она все время смачивает слезные жидкости. Вот если слезные железы отказывают или какие-то другие проблемы, вот тогда начинаются очень большие проблемы с конъюнктивой, с органицией и так далее. Тогда действительно начинается поражение, вызванное пересыханием поверхности глаза. А когда он умирает? Еще раз. Он тогда сразу умирает? То есть вот нечаянно я… Тогда глаз начинает внутренние слои клетки усиленно качать воду из внутренней части глаза во внешний слой. Потому что если клетки на поверхности погибли, что с прозрачностью внешнего слоя? То, что бельма называется? Нет. Ну, у бельма другие причины, но прозрачность теряется. Значит, как это скажется на остроте вашего зрения? Нет. Ну, отвратительно. А значит, какие у вас шансы на выживание? Меньше. Меньше. Ну и все. Живое существо с такой порочной наследственной программой, программой, не позволяющей сохранить глаза, да? Меньше. Имеет низкий шанс передать эту порочную программу в сведущую камеру. Понятно? Хорошо. Возвращаемся к обитанию на суше. Итак, не имеет права эмбриогенез идти на воздухе. А рептилии собрались осваивать воздушное и светое питание. И задача, используя огромный желток, вырастить хорошего, сильного, я не знаю, черепашонка, ящерицу, змейку, динозаврика, неважно того. Смотрите, как проблемы решаются. Вот этот гигантский желток, вот малюсенькая часть яйцеклетки, сохраняет активную цитоплазму. Именно здесь находятся ядро, митохондрия, аппарат Больджа, вот все, что вы знаете о клетке. Вот такая малюсенькая часть. Здесь ядро делится. Скажите, хватит ли силу у этого участка цитоплазма выделить весь желток? Да нет, конечно. В результате на поверхности яйца возникает такая активность изделяющихся клеток. Эмбриональный диск. Именно из него будет развиваться эмбрионочка. Но мы договорились, что развиваться надо только в водной среде. Иначе эмбрионка у нас не идет. А в результате часть этих клеток смыкаются вокруг эмбрионального диска, образуя полость, аквариум. И внутри этого аквариума что будет происходить? Развитие эмбрионочка. Вот такой аквариум, возникающий вокруг развивающегося эмбриона. Может быть, кто-нибудь слышал, как называется? Мы с вами к этому же типу развития относимся. Водный пузырь. Вот это водный пузырь. Вот это углоплодная оболочка. Ага. А как называется этот аквариум? Плацент. 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 Плацент это немножко другое. Плацент это то, что вот здесь будет формироваться. У внешней оболочки. Для питания. Амнион. Амниотическое яйцо. Итак, у рифтилий возникает амниотическое яйцо, имеющее вне зародышевой оболочки, позволяющее развиваться на суше. Амниотическое яйцо, имеющее вне зародышевой оболочки, позволяющее развиваться на суше. Эмбрион. Т.С. Крепана. Просто вся тема амниотического яйца сложная тема. Но без него развиваться на суше нельзя. Хорошо. Настоящими рифтилиями становятся те, кто решил проблему дыхания амниотического яйца. Вот они, две группы. И звероподобные рифтилии на этом остановились. Решили, что все хорошо, пошли расселяться по земле, а слабо на землю. А вот эта команда пошла в пути более глубоких преобразований. Глубокие преобразования требует больше времени. Скажите, мы поселились на засушенном потоке. Конкуренция за какой ресурс будет идти самая жесткая? Глубокие. 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 Глубокие перевода заложanged в высшую полководку. Вот ее у совершенства невозможно. Глубокие. Но и много воды расходует ваша личная половая система. Ага, и моя личная ведьма. И моя личная не очень. etes яйца не откладываете. Так, отлично. А вы считаете, что при яйцекладении расходуется много именно воды, а не жиров, белков, углеводов? Много нет. А я спрашиваю про основные потери воды? Дыхательные. Дыхательные системы, разумеется. Как по-вашему, вот эта внутренняя поверхность трехи, которую мы с вами на прошлом занятии описывали, изнутри чем все эти камеры и мазырьки покрыты? Водной пленкой. Если эта пленка вдруг полностью исчезла, что с клетками мазырьки? Высыхает. Ага, они погибли. Значит, правильно, на каждом выдохе вы теряете воду тела. Это, в принципе, так не видно, но если вы подышите на стекло, на холодной поверхности, что окажется? Ага, конденсат пойдет, да? Вы выдыхаете воздух, насыщенный водными парами. Вот с этим сделать ничего нельзя. Это просто расплата за воздушное дыхание. А вот экономить потери воды через покровы и почки можно. Вот эта группа тропык на преобразование с экономией воды не пошла. То есть они научились дышать хорошими легкими, они научились размножаться амниотическими яйцами и на этом поставили точку. И создали вот это первичное многообразие. А вот эти ребята глубоко меняли почки. В результате почки у них воду тратят в 50 раз меньше, чем в исходном состоянии. Моча не является раствором, это не жидкость. Это паста. Для выделения минимального, точнее большого количества конечных продуктов обмена требуется очень немного воды. Кожа, а кожа просто совсем теряет все железы, полностью покрывается роговыми образованиями и воду не тратит совсем. Но как положено, после того, как вот это преобразование закончилось. Кто начал выигрывать, левая или правая? Правая. Правая. Смотрите, что происходит. Правые вытесняют левых почти полностью, а левых остаются жалкие воспоминаниями. Чего вы тоже потом не можете это сказать? Сейчас увидите, не забегайте вперед. Это помесь детективной истории с мексиканским сериалом. Здесь вообще все, что угодно есть. И детективные сюжеты, такие страсти. А можно вопросом, почему тогда левые не смогли вытеснить правых, если правых было меньше? Скажите, пожалуйста, кто из них лучше экономного волнка? Ну, правые, допустим. Отлично. А дальше смотрим, какая игра. У нас есть одно и то же засушливая плату. Да? Представителям одной группы необходимости в воде больше, чем представителям другой группы. Чьи идемыши лучше выживать будут? И так из поколения в поколение. История понятна? Да. Это группа ящероподобные гептилия. Вот это терроморфа, звероподобная. Терроморфа, звероподобная. А вот это запроморфа, ящероподобная. Терроморфа оставили кожу, причем кожу с железами. Вот как была у амфибии. Помните, у амфибии два таких типа желез были обязательно? Ядовитые и слизистые. У этих ребят же они заоставились. Поэтому кожу у них вот утратили. На этом они и проиграли. Первоначально проиграли. На этом же потомки и выиграли потом. Я же говорю, это мексиканский сериал «Чистые воды». Итак, кто такие Завроморфа? Во-первых, от Завроморфа в самом районе тресе отделяется группа, которая спряталась в танке. Мы в танке. В буквальном смысле слова. Группа отрастила могучий танцы. Это преобразовало конечности ласты большой площади. Это кто? Черепахи. Потеряла зубы, отрастила клюв черепахи. Черепахи исключительно древняя группа. С Триаса, пожалуй, только одно единственное у них меняется. Одну новую вещь научились делать. Втягивать голову под борцами. Триасовы этого не умеют. Но надо сказать, втягивают голову не все современные черепахи. Морские, допустим, этого не умеют делать. То есть он может просто отрубить голову? Можно. И ласту можно. Что, собственно, иногда надо делать с черепахами. Итак, черепахи. Следующая команда поделилась на две команды. Одна из которых была многочисленная, другая – малочисленная. Но как часто бывает, именно малочисленная до наших дней, как следует, и до живых. В составе этого малочисленная команда. Ну, вообще, в научных названиях – липидозавры. Можете не запоминать, но для эрудиции может пригодиться. Лепидозавры – предки ящериц. Ну и все будущие ящерицы. И совсем недавно, в эпоху вымирания динозавров, от ящериц происходит змея. Змея – это самая молодая луга рептилина. Итак, черепахи, даже у этой современности. Змея – ящерица. Объединена они в команду чешуйчатая. А вот этот маленький отросток терраморфов вышел? Подождите. У нас еще вот этот большой отросток. Вот это липидозавры, вот это архозавры. Прежде всего, к архозавру относятся те, которые у нас здесь выписаны. Летающие рептилии. Теразавры – руковинки. Это те, да, динозавры? Нет, это не динозавры. Это летающие рептилии. Во-вторых, морские рептилии, внешне очень похожие на дельфиновых лаку. Кто знает, как их называют? Древних мезозойских морских рептилий. А как по-латыни «рыба»? Амтибрис. Ну-ну-ну, ифтиозавры. 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 Совершенно верно. Опять же, доживают до самого конца мезозоя, а потом как отрезают. И, наконец, подожди секунду. Самая известная группа древних рептилий, которые называются динозавры. Вот они, наконец, динозавры. Как вы видите, динозавры – это, конечно, родичи вот эти, но это отдельное дерево. Наконец, ближайшие ручьи динозавров, которые умудряются дожить до современности. Суда – это родственная линия, но доживающая до современности. Хотя и будущая. Кто это? Крокодилы. А, крокодилы. А, крокодилы. Причем, сейчас у нас крокодилы – только водное существо. На кузне мезозоя были наземные крокодилы. Если бы он показал скелет этого зверя, вы бы вообще в жизни не опознали в нем крокодила. Относить небольшая головка, винющая лапа, легкий беговой скелет. Больше всего похож на борзую собаку. Да, хотя наземные крокодилы. Крокодилы были сами разные. Были супергигантские крокодилы до 20 метров к длину. То есть это такой зверек, что никому мало не казалось. Такого размера, но у вас сейчас только киты, пожалуй, бывают. Вы сейчас отменяете? Ребята, о проблемах гигантизма отдельно поговорим. Просто отдельная тема. Ну и чтобы завершить вот эту историю с ордоскопом. В серединке мезозоя, примерно вот в это время, от динозавров происходит еще одна группа. Прямо из метр динозавров рожденная. Прямые потомки динозавров, которые живут сейчас, живут и процветают. Птица. Значит, птица на самом деле это оперенный теплокровный динозавр. Отличий исключительно мало. Почти все признаки, которые мы считаем птичьими, на самом деле признаки динозавров. Обратите внимание, имеют ли птицы какое-то отношение к этим ребятам? Да. Нет. Это разные группы развития совершенно. Это просто разные. Вот они, птицарозавры, а вот они птицы. Хорошо. Ну а теперь? А вот эти? По пункте дырмок. Долго и вероятно судорожно переживали эволюционное поражение. Они полностью проиграли крупный размерный класс. В течение всего мезозоя в крупнейшей живой существует как раз рептилия. Вот эта команда. Эти остались только в мелком размерном классе. Ну где-то до кролика размером. Так. И медленное, и немножко печальное. Вот теперь мы эволюционировали. В ходе мезозоя. И примерно в бюре, трес прошел, примерно в бюре, обвели следующий на то признак. Во-первых, в сердце возникла полная перегородочка, отделившая левую половину от правого. А это значит, кровь в сердце перестала смешиваться. И в большой круг пошла только кровь, насыщенная кислородом. А никакой там смешанной крови. А это значит, сколько кислорода в столь мышце получает. Восемь. Восемь лучше. Отлично. Вторая штука. Приобразовался ртовой аппарат. Отгородилась дорога для воздуха, от дороги для пищи. Помните, мы рисовали с вами волочный насос лягушки. Представьте себе, что будет, если лягушка попробует разжевать комара. Открывается картинка, волочный насос лягушки. Она задохнется. Конечно, она задохнется. Потому что детальки комара не медленно куда посыпятся. Да. Вдыхать не везти. Вдыхать не везти. Значит, надо на все время сживания, а дальнейшее плотание, что делать с гортами? Заблокировать. Заблокировать гортами. Ну, то есть, я пока ем, я не дышу. Это нормально будет? Нет. Совершенно ненормально. Значит, у этих ребят возникает отделение от дороги воздуха, от дороги пищи. В этом случае можно ли пищу измельчать? Да. Да. А какая пища эффективнее переваривается? Измельченная? Измельченная. Измельченная. Значит, смотрите. Выигрыш транспортных слоу получили. Выигрыш по перевариванию пищи получили. У этих ребят, которые со членом этой команды, вырастает мышечная перегородка, разделяющая единую полость тела на два этажа. Ну, у нас с вами это будет верхний и нижний, а у нормального четвероногого зверя это передняя и задняя. Ну, если я встал на четвероногой, то то, что у меня сверху оказалось спереди. Кто знает, как называется мышечная перегородка? Диапрага. Диапрага. Отлично. Нормальная форма диапрагна – высокий купол. Она идет примерно по линии ребер. Вот если вы у себя ребра прощупали, вот так поднимаются. Кстати, учтите, что у сердечной сумки, которая окружает сердце, перекарт, нижним своим торцом перерастает в диапрагу. Поэтому не думайте, что диапрагна где-то у вас там на пупке. Одинчик. Так? Значит, диапрагна – это высокий купол. Теперь давайте подумаем. Мышцы, которые слагают купол диапрагна, вот в центре, вот так по радиусам расходятся. Что будет форма диапрагна, если мышцы сократятся? Она поменится. Сознется. Сознется, да. Ага. Более плоским будет. А если сократились полностью эти мышцы? Вообще-то переставлено. Более плоскую пластину превратилась. Что при этом произойдет с объемом грудной полости, лежащей выше диапрагны? Увеличился. Увеличился. А объем глюшной полости? Уменьшился. Уменьшился. В результате при опускании диапрагны, при сокращении, какое дыхательное движение активируется? Вдох или выдох? Вдох. 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 А выдох? Вдох. Выдох? Да. Опустили для оправдывания. Вдох. Уменьшился. Уменьшился вдох. Активация вдоха многократная. Так? Угу. Значит, смотрим, что получили. Мало того, что сердце не смешивает кровь, так легкие еще более активно вентилируются. А пищеварительная система более активно переваривает пищу. В результате, сколько кислорода и топлива получают мышцы? Больше. Больше. Как это сказывается на эффективности работы мускулатуры, понятно. А теперь, бывает ли в природе в какой-нибудь системе 100% КПД? Нет. Нет. А во что превращается, как правило, потерянная энергия? Бах. Уже? Бах. Ну, это стопово лучше? Нет. Какой КПД по движка, допустим, в корде фокуса? Процентов 15. Нет. Ну, это все-таки не про вас. Ну, вы. 60? Ну, 60, это вот оно. Да нет, ребят, хорошее внутреннее сгорание имеет где-то порядка 30 КПД. А, может быть, значит, 15. Ну, там вокруг 30 КПД. А 70% энергии во что превращается? В тепло. Конечно, в тепло. Сказать. Есть, да. Значит, я просто хотел, чтобы все дошли в дальних деревьях. Значит, есть особая деталь-то в моторах, которая необходима для отведения излишки тепла, иначе движок просто пугарит. Да нет. Не, потому что оно... Ну, радиатор называется. Если радиатор каких-то проблем, у вас перегрев движка, и все, слетел на ногу. А теперь смотрим, у вас повысилось потребление энергии мускулатуры, к чему это тут же приведет к тебе? Понижение температуры. Понижение. А, это дорожка теплокровности. Это дорожка теплокровности. Да? Значит, но дело в том, что теплокровность штука, как и любая полководиология, в конце. Давайте разберемся во первых, а почему теплокровность не выгодно? Потому что можно, ну, не обязательно жить в теплых... А, наоборот, нет, наоборот. Меньше есть, что когда я сидел. Да. Классно, классно. Вот, ребят, чертовски интересный, насколько голливудская идеология. У вас сидит вот идея того, что главное, чтобы было комфортно, тепло, сухо, комфортно. Вот, самое главное. А ну-ка, давайте подумаем, а еще, кроме того, что комфортно. А быстрее реакции приходят? А почему быстрее реакции? Потому что чем температура быстрее, тем быстрее моляпу двигается. А, вот это другое дело. С повышением температуры увеличивает скорость химических реакций. А смены веществ более интенсивны, это значит, быстрее реагирует мускулатура, быстрее формируется нервный импульс, быстрее идет обработка информации. А для животных это макестральный путь. Ясно, что можно быть там очень вообще здоровым и мощным, но с низкой скоростью реакции. Ты проиграешь. Хорошо. Но дело в том, что для теплокружности есть проблемы очень существенные. Как по-вашему, сколько энергии выделяется в теле у футболиста массой 70 килограмм за один футбольный тайм? Ну, если я играю, то такая активная. Ребята, если не в джобле пересчитывать, а просто посмотреть на температуру тела, то она должна возрасти до 96 градусов. То есть он должен свариться с мягкой. Почему это не происходит? Вот это отделение. Вот это отделение, конечно. Вот если уж мы играем в игры с теплокружности, необходимо не просто научиться разогреваться, а зарегулировать температуру тела. А, вот это и есть. А дело в том, что у этих ребят остались кожные железы. У этих кожных желез нет, а у этих остальных. Все, и они играют наоборот. А, да. Значит, выделяем часть воды на поверхность тела, и в случае перегрева... Она испаряется. Испаряется. Отводит излишки тепла. Мы сохраняем очень высокую активность, но не опасную для жизни. Они порываются. При этом воды. Но дело в том, что бывает не только перегрев, а если облетел холодный суровый климат. Тогда поры закупориваются. Тогда возникает прямо определенная проблема. Мои мозги требуют высокую температуру для нормальной работы. А теплопотери становятся слишком высокими. Теплоизоляция. Теплоизоляция. Как будем теплоизолироваться? При шарке воздуха. Нет, да, просто шарость. Значит, такое снизание всех немает? Да. Вот у нас в ангибе все в порядке. Кожа очень тоненькая. Значит, газово-проницаемая. Клетки рецептора можно поставить прямо к поверхности кожку. Любое воздействие все равно ощутимо. Теперь вот здесь. А вот здесь пошло развитие роговых форм. Ну, чтобы не теряло. А рогамида. Скажите, пожалуйста, а такая кожа к воздействиям очень чувствительная или не очень? Если она покрыта, мелким слоем роговой швак. А плеска, на поверхность тела, еще чешуы разлились. А чешу это скопление, вообще роговые пластинки. Ну, как по-вашему? Вот все эти ребята с осязанием овощебников, полный швак. Или все-таки осязание у них есть? Ну, здесь там очень слабо. Смотрите, как сделано. Ну, не хуже, чем у нас. А на многих случаях лучше, чем у нас. Ребят, не бывает в роде плохих живых существ. Все плохие живые существа, что сделали, что делали? Они вымирают, не размножившись. Так что считать, что умные, совершенные, хорошие только мы, мягко говоря, мы не совсем адекватны. Смотрите, как все равно. Разлишь через поверхностную покрову ригеля. Вот такая костная пластиночка. Прям толще кожи, да, костная пластиночка. Костная пластиночка. Поверх нее слой рогового вещества, который создали клетки. Слой рогового вещества. Вот это и есть те самые чешуйки, которые видны на поверхности тела. У ящерек, змей и тому подобное. В основе мелкие костные пластинки. Сверху роговые щитки, отлично. А теперь смотрим, а вот здесь, чтобы импланилили. Опа! Роговой стерженечек. Так? Который опущен в шапку, увеличиваем место под микроскопом. Смотрим конструкцию. А вот сюда подвели чувствительные отрядки. Конструкция понятна? Да. Качающийся стержень. Да. Что такое рычагь, понимаете? Да. Отлично. То, что у любого рецептора есть нижний порог чувствительности. То есть, та сила сигнала, если сигнал совсем слабенький, клетка-рецептор просто не отвечает. Это понятно? Да. Ну, если я вам подействовал на кожу руки с усилием 1 миллионная травма. Вы что, не почувствуете? Да нет. Да нет, энергии воздействия недостаточно, и все. А вот теперь смотрим. Берем кусок нашей кожны. Вполне мягко и чуть-чуть, да? Ставим вот здесь кожный рецептор. Подействовали силой доходим. Выяснили, что она подпороговая. Ничего не чувствуем. Под этим углом подействовали такой же силой. Ничего не чувствуем. Под этим углом подействовали. Ничего не чувствуем. А4. А вот на такой смысл под этим углом действует такой же силой. Ападем. Что произойдет? Почти сенсором. Ребята, давайте смотрим на это рычаг. Вот его точка вращения, точка А. Вот одно плечо. А вот второе плечо. Что с величиной силой Ападем произойдет? Увеличится. Оно увеличится в отношении пропорционального отношения к плече. Точнее, проекция к плече. Так? То есть разу по 20 увеличится. Какая система чувствителя? Понятно. Да. В смысле, вот. Можно поэтому... Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Я это не понял. Потому что... Ну, я считаю, что... Ну, какой может быть нормальный размер чешии, например? Размер здесь совершенно ни при чем. Ведь можно вывести рецептор, вот этот, чкульная гвоздинка. Так? Кстати, если вот здесь сформировался роговой слой, а кто его сформировал? Пойдет, просто. Откуда он делся? На цепи. Ну, мертвые клетки размножились и создали роговой слой? Ага. То есть, отлично. Такая беременность после смерти. Понимаете. Хорошо. Давайте что-нибудь более реальное. Откуда взялся вот этот роговой слой поверх костной пластины? Но он же исполняется как бы умирание. Откуда берутся у вас волосы поверх черепа? Нет. Костная пластина замкнутая называется череп. Откуда взялись роговое образование волосы поверх черепа? Это мои клетки. Какие клетки? Как называется эта часть вашего тела? Бол. Глава? Нет. Мертвая кожа. Из всей головы сразу растут волосы? Не пугая темы, не? Что подверх костей черепа лежит? Кожа. Кожа. Клетки кожи живые в своей основе? Нет. Да, в своей основе. Не внешний слой эпидемиуса, а основания. Кровеносные сосуды туда подведены? Да. Рецепторы там есть? Клетки могут синтезировать роговое вещество? Да. Отлично. Строим роговую защиту. Как устроены чешуйки у змеи, панцира черепахи? И так далее. Вот костная пластина основания. А поверх нее что лежит? Кожа. Кожа. Кожа живая? Нет. Да. Живая. 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 В ее клетке могут строить роговое вещество? Да. Могут. И строят они вот эту пластинку. А если вот этот слой кожи поверх косной пластинки живой, рецепторы в нем есть? Да. Есть. А это значит, панцир черепах обладает осязательной чувствительностью или не обладает? Обладает. 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 Черепаха отлично чувствует. То есть она едет дотронуться до панцира, почувствует это вот через панцир? Скажите, пожалуйста, если у вас слегка тюкну по голове, вы почувствуете? Не у нас так бывает. Даже кожа, а не... Стоп. Откуда взялись роговые щитки панциря у черепахи? Скоро. А это же цельный панцирь. Нет, это не цельный. Разумеется, не цельный. Основа панциря у черепахи – это сросшиеся ребра и безвоночник. Это для карапаса, для спельной части. А для пластрона, для брюшной части, это ребра грудины. Отлично. Основа панциря – скелет. А вот то, что красиво видно снаружи – это роговые щитки. Вопрос – откуда взялись роговые щитки поверх коротки костяной? Она поверх коротки костяной была кожа. Коротка, она и не была, пока черепаха жила. Сначала кости, грубо говоря, потом кожа, а потом роговые щитки. Разумеется. У вас сначала череп, да? Нет, ну понятно, там просто… Конструкция-то абсолютно та же самая. Поэтому, если черепахи вот так постучать… Если человек постучать по ногу, то он не почувствует. Правда? Если не сильно. Давайте попробуем рубить. Нет, если в смысле не по пальцу просто, а вот именно по самому. Да ну что вы. Можно провести сравнительные эксперименты. А в психофизиологии ощущения, конечно, такие эксперименты ставились неоднократно. Чувствительность через ноги не принципиально отличается от чувствительности с тыльной стороны кожи пальцев. Вот здесь чувствительность намного выше. А вот эта часть, бадонья и ноготь, имеют принципиально исходную впечатленность. Идейка не знаю? Угу. Так что, пожалуйста, не считайте. Панцирь уж совсем такой стальной коробкой. Хорошо. Ну вы догадайтесь в двух раз. Кого? А, еще одна идея. Покровные железы здесь сохранили. Можно. Использовали для остывания. Да. Классно. Проблема с водой. Потому что долго теряли. Почка, кстати, охранительная, уже чуть-чуть. Так и осталось. Ага. Но, что у нас из-за теплогромности со скоростью и эффективностью движения? Увеличилось. Увеличилось. Эти ребята делают ставки на развитое поведение. Поиск воды. Ага. Затраты воды у них больше. Но передвижение активнее, поиск воды ведется активнее. Так? А теперь смотрим. Вот у нас такой зверь. Есть кожная железа. Так? Как по-вашему? Потери за счет перегрева равноверно со всей поверхности пойдут или нет? Нет. Есть ли у нее все перегрев? Сверху. Сверху. В какой зоне? Какая зона в норме, в седактине? Животная. Ага. Животная поверхность. То есть с этой стороны вроде бы охлаждаться большой необходимости нет. А кожная железа здесь по всей поверхности. И здесь они тоже будут терять волны. И вот эти ребята сделали совершенно сыграли дивную игру. Редко играются. Известно. В эволюции позвоночных известны такие игры, но это редкая игра. Если уж все равно теряем ценный ресурс. Так? Давайте при этих потерях решим еще одну биологически важнейшую задачу. Как с вашей точки зрения? Повышение выживаемости у детенышей. Это важная задача? Да. Важная задача. Отлично. А как можно повысить выживаемость у детенышей? Безопасности. 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 Во-первых. Чем надо это обеспечить? Пищу. Еда. Стартовая еда. Значит. Покровные железы, которые находятся на всех остальных участках тела, кроме брюшного, берут на себя дополнительную функцию выделения. То есть кроме того, что участвует теплорегуляция, через них еще выводятся отходы. Так? Такая комбинированная железа будет называться потовая. Так? А вот с брюшной стороны те же самые покровные железы, вместо того, чтобы отходы в жидкость направлять, направляют все самое ценное. Воду. Белки. Нет. Воду они выделяют и так. Но туда направляются белки, жиры, легкие сахара, туда направляются основы защиты антитела, туда направляются витамины. Что за ростов получается? Молоко. 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 Так что текстовая железа и плато выложает совершенно единая. А если детеныши у нас получают хорошую концентрированную стартовую пищу, можно ли допустить экономию на желтке? Да, конечно. Да, конечно. В результате у этих ребят размер желтка все больше больше сокращается. Детеныши получают пищу для развития другими путями, а после рождения самка выкармливает детеныши выделениями своего тела. Ну и кто родился из этой команды Узеров в середине Мезозоя? Млекопытающие. Терра Морфа, которые проиграли в начале Мезозоя за Абраморфу, породили будущих победителей, начиная с Юры Млекопытающая. В течение всего остатка Мезозоя Блеки держатся в тени, так же как и птица. А вот здесь, на границе Мезозоя и Нозы, происходит целый ряд процессов, приводящих к крушению вот этих империй. Так называется вот эта система меловая катастрофа. Подробно о меловой катастрофе мы в этом курсе говорить с вами не будем. Но в результате меловой катастрофы все вот эти группы, вот эти, вымирают бесследно. Ни одного птерозавра не остается, ни одной водной рептилии не остается, ни одного динозавра не остается. А было бы многообразие рептилийного, кто остается? Потомки динозавра и птицы, которые выиграли на теплопробности. Крокодила, крокодила, змеи-ящерица и черепахи. Это все, что осталось от некогда гигантского сообщества. А крокодилы, почему они остались? О, так, ребята, вот если у нас в самом конце курса хватит времени для анализа событий меловой катастрофы, тогда с удовольствием я вам отвечу. Для нас это просто сейчас немножко в сторону. А все-таки, ну, можете по-общему, почему они все-таки так исчезли? Да, еще раз. Что ни одного не осталось. Еще раз. Как минимум, я говорю, как минимум-минимум, целое занятие ответа на ваш маленький вопрос, надо посвятить. На самом деле, лучше бы, конечно, целый отдельный вопрос. Проблемы-то сложные еще. Взять за две минуты я могу ответить. Ответ такой ровный, ничего не будет стоить. Венештам серьезно. Но доказано, что ни одного, прям ни одного. Доказано, что ни одного, прям ни одного. Увы, увы, увы. Романтики до сих пор ищут, то они находят морских драконов, то они находят в Шотландии... Чудовище. Сейчас, сейчас, озеро Лахнесское чудовище, которое я, как бы, везя за массу всех на свете. Не понимая, что, ребята, так не бывает. Вот не просто вряд ли, а не бывает точка. Причина очень простая. Мы берем Лахнесс. Ну, озеро, большое озеро, но не Латвое, и тем более не Байкал. Большое по размеру Шотландия. Ну, 10 километров, там, на сколько, на 8. Славно. Сколько там плезиозавров, может, в нем прожить. Плезиозавры достаточно крупные ребята рыбоедные. Ну, чтобы не сдохнуть с голода, не съесть всю рыбу. Может, их там 10 тысяч жить. Не исключено. Может, их там жить, я не знаю, 5 тысяч. Нет. Не исключено. 5 сотен. Нет. Да нет, десятки. А теперь никто не слушает, что получается у живых существ, если с поколения от поколения происходит близкородостное скрещивание. Да. Ну, они раздавали. А почти. В обществе и драконистике, мы с этим с вами внимательно будем возиться, эффекты близкородостного скрещивания и грибинга. К чему это реально приводит? Почему на самом деле близкородостное скрещивание, то есть братья внутри одной семьи, во всех культурах человечества находится под запретом, однозначно. Ну, там же село самое худшее скрещивание. Черт из два, там значительно сложнее и интереснее играть. Не самая лучшая. Там совершенно не знаю. Я посмотрел в козе, когда мы сюда ехали, основы биологии, планы, что генетика у вас примерно в таком же состоянии, так что можно будет переходить уже к серьезным популяционным генетическим задачам, и вот тогда там можно будет разобраться. Но, ребят, популяция из 20 особей, живущих в ограниченном озере, в течение 50 миллионов лет, это деревянная железка. Вырождаются и погибают. Однозначно точка. Другого бы не можно. Значит, так что вымерли. А вот теперь на этом множестве попробуем смотреть интересующие нас драконы. Это врага Крептилии. Ну и куда на этом дереве предков драконов можем попробовать приспособить? На черепах похожи? На черепах похожи? Не, не очень. То есть этот ствол сразу нужно отбрасывать. Вроде как никак. Крокодилы. Крокодилы, да, имеет смысл. Попробуют выиграть. Значит, сразу понять, что не млекопитающие, потому что драконы не... Млекопитающие, да, в общей степени характеристик, чертые характеристики млекопитающих не играют. Значит, морские подходят или нет? Нет. Рыбообразные, не, не подходят. Но осталось проверить кого. Тирозавры, глядишь, что он накопает. Да, динозавры, а они очень разные. Глядишь, что он накопает. Крокодилы и крупные ящерицы. Глядишь, что он накопает. Вот у нас остались стволы, которые будем в дальнейшем анализировать. Почему не млекопитающие? Скажите, пожалуйста, шерстный покров у млекопитающих бывает? Да. Назовите млекопитающих, которых совсем не было бы шерстного покрова. На самом деле, если бы напряглись, могли бы... Так, шерстного покрова. Мексиканская. Да, да, да. А вот это челочек. Нет, это гитайская хохлама. Если мексиканская, то это совсем было бы. Нет. Ну, у людей же почти нет шерстного покрова. А на глазах у вас что? Ну, относительно. Относительно остальных. А в районе половых обнуков у вас что? А на глазах у вас что? Нет, я говорю то, что со временем. Нет, понятно, что не как у белого медведя. Но бывает ли это вообще без шерстного покрова? Практики мои спрашивают. Нет, на руках ты абсолютно остался. Ага, а на ногах? Да, понятно, понятно. Ребята, если вы возьмете простую дубку и посмотрите на лбу, на щеках, у вас вообще нету с ног? Нет, везде есть момент. Ушел, конечно. Есть две зоны, на которых вообще нет. Ладони и стопы. Не, не, не. На шее, конечно, есть. Ладони и стопы. Почему нет? Да вытираются. Да вытираются. Они просто не формируются. Волочные зачатки просто не формируются в этих местах. Здесь высохая кремия. Волосам там не место. Почти полная редукция шерстного покрова у китообразных. Дельфины и киты. Вроде бы совсем без шерсти. Но даже у китообразных, вот здесь вот, в уголках рта, остатки мегриз, остатки четвитных глазков все-таки есть. А может, у дракона тоже может быть? Стоп, одну секунду. Ну, с помощью одного мохнатого дракона. А можно его усики? Одну секунду. У европейского дракона усики бывают? Нет. Мы с вами возимся с европейским драконом, российским. Хоть что-нибудь похожее на шерсть есть? Не знаю, может, на шерсть. Кстати, у неевропейского как раз есть. Стоп, одну секунду. Мы с вами сразу оговорились, что работаем с европейским. Значит, шерстный покров отсутствует, а чешуя присутствует, исходя из этих признаков. Не может быть. Рептильная. Так, ушные раковины отсутствуют, исходя из этого признака. Кто? Так. Это уже рептильная. Зубной яг недифференцирован. То есть, все зубы пекообразные, кинжалообразные. Нет деления на весцы, плоти коренные. Исходя из рептильной. Понятно, почему нет? Очень рептильный, капитан Ильич. Ну, ты же сказал, если нет сходения. Да, да, да. Угу.